Слава Украине! Привет всем от Полонского! Помните, я вам как-то рассказывал о попытках России вести торговлю в юанях, которые у них сразу очень быстро закончились, потому что весь экспорт теперь идет исключительно из Китая, из Европы, из Штатов ничего не везут. С юанями не вышло, соответственно, их у них осталось мало. Дальше. С рупиями там вообще анекдот получился, потому что они наторговали с Индией и до сих пор, по-моему, продолжают торговать нефтью. Правда, уже меньше. Индия покупает нефтью в два раза меньше, чем раньше, но тем не менее. За рупии, а за эти рупии купить ничего невозможно, торговать именно на московской бирже нельзя. То есть еще мертвый, как говорится, груз. Это второй момент. Потом была попытка с Эмиратами и их валютой. Дирхамы, кажется, называется. Тоже Эмираты отказались из Бозни влететь под санкции. Но самое смешное сейчас оказалось. Это было не Эмират и это было не Индия. Это Никарагуа. Да, в Никарагуа рашисты решили продавать зерно, сворованное в Украине. То самое зерно, которое они украли из Запорожской области, из оккупированной части Херсонской области, из Донецкой и так далее. То есть они-то его украсть украли, а вот купить у них никто не хочет, потому что товар ворованный, никто не хочет, как говорится, с ним связываться. И вот рашисты решили продать его в Никарагуа, которая не является там очень щепетильной. Там находятся марксисты у власти или что-то типа марксистов. Но там вообще бардак, там страна разлагается и она, как вам сказать, она уже, знаете, лет 20 в таком состоянии файлэд стейт. То есть не составившаяся страна типа Сомали. Ну то есть оно там имеет из себя жуткое впечатление, оставляет эта страна абсолютно нищая, наверное, одна из самых бедных в мире, с практически отсутствующими работающими государственными институтами и так далее, и так далее. Но вот они решили им продать это зерно, ворованное в Украине. А почему я об этом рассказываю? Потому что продавать они его будут за местную валюту, называется Кордоба, по-моему. За эту валюту купить, это вообще не валюта, это фантики. Это фантики никарагуанские, за которые купить вообще ничего нельзя. Потому что если бы Никарагуа хоть что-нибудь производила, хотя можно купить бананы, не знаю, тоже не уверен. Вот, если бы Никарагуа хотя бы что-нибудь производила, ну хотя бы гвозди. Можно было купить, например, гвозди, но Никарагуа не производит даже гвоздей, вообще ничего. вот и вот сейчас они значит им продали продали вот слово продали очень интересно за местную валюту ворованное украинское зерно ну собственно говоря какие партнеры что россия что никараба такие сделки